На одной волне с городом. Радио. Болтком. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе «Подоплёка». На радио «Болтком». «Подоплёка». Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас вторая серия разговора с профессором Рижского института университета имени Страдыня Сергеем Круком по поводу плана национального развития и того, как государство видит свою роль в реализации каких-то своих стратегий, и как оно воспринимает роль людей, их участие в реализации этих стратегий, насколько этот диалог поддерживается, существует, насколько он может развиваться. И, как выяснилось, в прошлой программе было очень много звонков радиослушателей, которые высказывали свои мнения, задавали вопросы, и мы даже не успели всё обсудить, что наметили с Сергеем, поэтому решили сделать вторую серию. Первую часть этой программы вы уже можете видеть на Ютьюбе, она выложена. Я думаю, что мы объединим как-то эти два ролика так, чтобы их можно было посмотреть друг за другом и составить полное представление о том, как учёный воспринимает план национального развития на 2021-2027 год, и как мы должны относиться к этому документу. Ведь это некая программа семилетки, которая раньше эти пятилетние, семилетние планы, они имели под собой очень серьёзную основу и конкретные показатели. Что касается основы и показателей теперешней государственной структуры, они вызывают много вопросов, потому что на самом деле мало конкретики и много общих фраз. Итак, Сергей, добрый день, доброе утро. Доброе утро. Продолжаем разговор о плане национального развития. Вы любезно прислали презентацию вот с того самого заседания Кабинета министров, о котором вы упоминали в прошлой программе. И эта презентация полностью посвящена социальному доверию в обществе. И указывается, что это прямо-таки одна из четырёх стратегических задач плана национального развития. Но вот я пролистала и посмотрела, почитала эту презентацию, и у меня тоже, как и у вас, создалось впечатление, что это вот такой бла-бла-бла разговор практически ни о чём, потому что есть только один какой-то показатель, какой-то коэффициент, который непонятно из каких компонентов. Ну, то есть написано, из каких компонентов он складывается, но кого влияние каждого из этих компонентов на конечный результат никак не объяснено. Поэтому, ну, будет ли там коэффициент 6,8 вместо 6,4, или это будет 7 или больше 7, ну, это такое вот писание вилами по воде. Может быть, вы более глубоко знаете этот вопрос и понимаете, как складываются эти коэффициенты, или даже представляя такой документ Кабинету министров, сами его составители не вполне понимают, о чём говорят? Ну, в том-то и дело, что это причинно-следственные связи у них как-то совсем уже не работают. То есть по отдельности всё правда, каждый слайд по отдельности, там написано всё правильно. Но вместе, когда это складывается, когда ещё голос это комментирует и представляет, то действительно непонятно, откуда этот коэффициент, сколько там, 7, я не помню, сколько из 10 баллов. Они поставили на 24-й код 6,8, а на 27-й аж больше 7. Ну, откуда же, если он сейчас 3,7? Коэффициент взаимного доверия каким-то образом вычисляется у нас в государстве. Вот это совершенно непонятно. Почитайте план национального развития, можете взять облегчённый вариант на английском языке, может быть, он будет более понятным. Но в любом случае вот эти причинно-следственные связи там отсутствуют. И я думаю, это почему, что вот это новое поколение, которое пришло в правительство после или во время финансового кризиса в конце 2008 года, сейчас они бессменно находятся у власти, боже мой, уже 11-12 год, это ж с ума сойти, насколько мы при них живём. И вот они пришли с мыслью о таком идеологическом воздействии на население. То есть они констатировали, но уже план 2007-2014 года ещё при олигархах констатировал, что экономика у нас разбалансирована, опять же тот же экономический внешний дефицит, баланс очень большой, нужно как-то что-то делать с внутренним производством, чтобы производить этот прибавочный продукт. И в 2007 году тогда уже план предусматривал, что вот нужно бизнесменов как-то подталкивать другим производственным отношениям, чтобы они рисковали, вкладывали в бизнес. Но тот план, он не затрагивал личность, что совершенно правильно, потому что правительство не может влезать в мозги и в домохозяйство, в личную жизнь, в личный, в частный бизнес отдельно за этого человека, заставлять его работать там, а не там. Государство может создавать только какие-то предпосылки. Вот они там, ну, в частности, обещали снизить бюрократию, какие-то юридические, финансовые эту систему упорядочить, чтобы бизнесменам помочь. А вот уже следующий план, принятый во время кризиса в 2013 году, с 2014-2021 год, уже совершенно перешел вот на модель 22-го съезда КПСС, новая программа партии, программа создания советского человека вот с этими тоже десятью заповедями. Моральный кодекс строителя коммунизма. Да-да-да-да, там всё это, работа над совершенствованием характера, она там была заложена. Причём это совершенно не коммунистическая идея, она проистекает уже из аристотелевских идей, что нужно человека учить, чтобы он понимал, что такое общее благо. И если он знает, что такое общее благо, то он будет действовать во имя общего блага. Вот поэтому советская пропаганда, она тоже устроена таким образом, советское телевидение, что мы должны показывать хорошие примеры. Если человек знает вот этот хороший пример жизни, скажем, передовой опыт, то он и будет так себя вести и делать. И вот Хрущёв это закрепил в программе партии 22-го съезда. И у нас это в программе национального развития 2014 года, что правительство сейчас будет работать над характером, улучшать характер, чтобы люди занимались теперь не абы каким бизнесом, а таким, который производит добавочную стоимость наукоёмки. И всё это закрепляется тоже и в плане нынешнем с 21-го по 27-й год. Но как вот работать над личностью? Это же даже и художники не знают. Это же у Толстого такая концепция, у Достоевского такая концепция. Они всё знают. У них есть эта информация, которую они вот посредством, с помощью средств массовой информации, вот для этого нужно это единое информационное пространство, чтобы нас бомбардировать вот этими хроникально-документальными фильмами о том, как устраивать правильную жизнь, о том, как там свиней выращивать, как свёклу сахарную выращивать, каким-то крестовым способом, квадратно-гнездовым способом. Вот мы посмотрели этот фильм и научились квадратно-гнездовым способом выращивать. И спрашиваем у своего председателя колхоза, почему вот он так не делает, а вот нужно вот делать именно так. И на выходе вот у них получается этот коэффициент 7,2. То есть они чего-то вот говорят по средствам массовой информации о квадратно-гнездовом способе, а на выходе у них вот уже 50 сантиметров с гектара. Но каким образом это связывается, как вот это, почему человек мотивирован квадратно-гнездовым способом высаживать или высеивать кукурузу, это вот там непонятки. То есть голова, мозг человека у них как чёрный ящик, туда вкладываешь информацию, там что-то происходит. Вот как у Жванецкого этот парень, может ему руки помыть, который смешивает компоненты вместе, потому что на выходе лекарства не получается. И вот они ожидают, что на выходе вот это вложенное в голову с помощью общественных средств массовой информации, информация, да, информация, что она приведёт, вот человек начнёт заниматься наукоёмким производством, производительностью. Ну вот это наукоёмкое производство, оно же возникло, очевидно, из осознания того, что действительно возник дисбаланс в экономике, его как-то быстро надо наверстать, а поэтому нужно дать на гора продукты с высокой добавленной стоимостью и, соответственно, ну, как бы не идти экстенсивным путём, не строить или не восстанавливать фабрики и заводы, а вот быстренько сделать нечто такое, что даст моментальный эффект, и экономика расцветёт. И очевидно, что с этим вот с приоритетностью так ничего и не решили, никаким выводом не пришли, потому что метались то IT, то развитие высшего образования, то фармацевтика, то, значит, ещё какие-то наукоёмкие технологии непонятно какого свойства. И в итоге, ну, ни в одном плане вот эти приоритеты так и не оговорены, потому что там, допустим, пошла у нас высшая школа вверх, тут её раз и законом об образовании, так сказать, ударили пыльным мешком из-за угла, да. И, собственно говоря, вот в этом документе, который представлен на заседании Кабинета министров, много говорится о том, что сотрудничество, там, доверие, там, полагаться друг на друга, вот, а, собственно говоря, практика-то совершенно идёт в противоположном направлении. И, ну, люди как бы вот сидят, и они это всё слушают, и верят в это, или у них вот такое тоже раздвоение какое-то в сознании, что мы типа говорим одно, делаем другое, а подразумеваем ещё третье? Ну, я подозреваю, у них там какой-то синдром мышления психотерапевтический требуется, потому что они действительно не умеют связать две мысли, то, что мы прибавленную стоимость хотим, а с другой стороны тут же, вот, как вы говорите, мешком прибиваем высшее образование. Зачем тогда закрывать вузы на русском языке? Причём делать это вот так, по щелчку пальца, сегодня же там люди деньги вложили, они как-то развивались, они что-то... Привлекали студентов зарубежных, да. Да, создали эту систему рекрутации студентов, инстриентов, вкладывали в инфраструктуру и читают план национального развития. Да, у нас там вот наукоёмкая, у нас там добавленная стоимость, вот мы деньги вытягиваем из Казахстана, из Узбекистана сюда, в Латвию, и их бах, пыльным мешком по голове. Причём вот завтра же закрываетесь. Нет, чтобы там переход 10 лет, чтобы люди смогли переориентироваться, инфраструктуру как-то, это же движимое, движимое имущество, с ним же тоже что-то нужно делать. И мы же живём в этом контексте, принимаем решения, мы понимаем, что завтра же законы могут измениться, и та же вот налоговая система, та атмосфера ведения бизнеса. Вот в этом доверие и проявляется, или не доверие. А вот та презентация, о которой мы говорили в правительстве, сейчас доверие стало таким модным словом, его будут во всех документах упоминать. И вот в этой презентации как раз доверие смотрится только как личная проблема устройства мозга отдельно взятого человека, а не проблема вот того объекта-субъекта, государства в этом случае, на который направлено доверие. То есть есть доверие или нет доверия, хотя это может быть психологической проблемой, что есть люди, которые по своей психологии не доверяют другим. Но есть же ещё вот та другая сторона, которой мы доверяем или не доверяем. И вот правительству такого доверия нет, в том числе и потому, что очень нестабильная вся эта законотворческая база. И вот то, что эти правила меняются очень быстро, и нашему правительству очень нравится менять правила игры во время, в ходе этой игры. Ну, если обратиться опять-таки к этому документу, получается, что в этой презентации указано как бы три кита, на котором держится доверие. Это этика, педагогика и социология. Значит, этический принцип предусматривает, что человек изначально хороший, а вот обстоятельства жизни и привычки рождают недоверие. Значит, педагогический принцип предусматривает, не говори, что я тебе не доверяю, а скажи, что я не могу положиться на твои действия. И, наконец, социологический принцип предусматривает макроподход и микроподход. И вот, как вы совершенно верно заметили, тут нигде не упоминается государство. Я тебе не доверяю, поэтому у нас что-то с тобой не так. Но на самом деле, если мы говорим о предпринимательстве и о том, что вы в прошлой передаче сказали, о том, что в Латвии не сформировано, так сказать, полноценное капиталистическое общество, потому что только 3% населения занимается бизнесом. 4. Ну, 3-4. То есть это там не один с сошкой, а семеро с ложкой, а просто-таки 3 с сошкой и 97 с ложкой. И вот к этим людям адресации нет. То есть они себя вот никак в этих лабиринтах законотворческих увидеть не могут. То есть, ну, как они вот реально могут, так сказать, положиться и на кого для того, чтобы развивать свой бизнес? Да, и как раз вот те люди, кто занимается своим собственным бизнесом, кто собственником является, они приходят просто на работу. И те люди, которые у нас в анкете тоже был вопрос, собираетесь ли вы, хотели бы вы создать свой бизнес? Тоже вот там процентов 5, наверное, ответили положительно. И вот мы посмотрели тоже, как эти проценты людей небольшие, те люди, у которых было бы желание создать свой бизнес, посмотрели, как они отвечают на другие вопросы. Там тоже картина мира у них совсем другая. Они более активны, они более ищущи, они готовы рисковать. И вот программа национального развития, она совершенно не видит этих людей. То есть они обращаются как-то вот, вот чтобы всем все было хорошо. Они не видят эти 5% потенциальной, которые могли бы делать. И правительство должно было бы спросить, а что мы для вас должны сделать, чего вам не хватает, чтобы вы вдруг этим наукоемким производством начали бы заниматься. Они обращаются ко всем глобально. Но есть люди, которые и по темпераменту, и по другим условиям своей жизни, они не хотят этим заниматься. Поэтому я вот даже думаю, что Латвия – это не страна наукоемкого производства. Латвия – это Польша, это сподриба, бытовая химия, фармацевтика. Люди гораздо более, по-моему, предрасположены стоять у конвейера с 9 до 17, ну или во вторую, в третью смену. Вот им дали алгоритм, что нужно сделать. И с другой стороны, что вы за это получите, какая оплата труда у нас, какие ставки. И тогда дело пойдет. Но у нас же они вот витают в облаках. Они тут хотят, не знаю, что космическое ракетостроение, не ракетостроение, а прорывные какие-то научные идеи, закрывая высшие школы, недофинансируя высшие школы и кошмаре тоже новым законодательством, новыми нормативными актами. То есть даже может не само содержание этих нормативных актов, а то, что каждый день это меняется. Потому что наша способность адаптироваться к изменяемым условиям, обходить эти законы, она достаточно высока. У нас очень много энергии уходит в то, чтобы как-то формально хотя бы соответствовать нормативам правительства и обойти все эти сумасшедшие требования. но мы умеем адаптироваться к этим условиям. Но то, что они очень часто меняются, это, конечно, очень сильно людей бесит. И по анкетам, по интервью это тоже очень видно. В общем, строгость законов искупается необязательностью их исполнения. Многие у нас и говорят, вот вопрос мы задавали, что вы будете делать, если правительство соберется принять нормативный акт, который будет тормозить ваш бизнес. Многие, почти 40% говорят, закон что дышло, куда-то вернешь, туда и вышло. Хорошо, сейчас мы сделаем небольшой перерыв буквально на 2 минуты. Напоминаю радиослушателям, что мы работаем в прямом эфире, готовы принять ваши звонки, выслушать ваши комментарии. И не приключайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжаем программу «Подоплека». На прямой связи через Zoom с нами профессор Рижского университета имени Страдыня Сергей Круг. И ждем ваших звонков по телефону 672-12-93-9, 672-13-93-9, обсуждаем план национального развития и то, как в головах нынешних государственных деятелей возникло такое раздвоение между тем, что они декларируют, и тем, что реально происходит. Вот я бы хотела проиллюстрировать это раздвоение на конкретных примерах из вот той самой презентации, которая была представлена на заседании правительства в 31 марта нынешнего года. И эта презентация была посвящена как раз формированию доверия в обществе как одному из краеугольных камней развития экономики. И так вот в плане национального развития есть такое направление действий природа и среда «Зеленый курс». И вот по пунктам указаны моменты, которые требуют вот этого самого доверия. И в частности написано, что в стране должна реализовываться долговременная политика энергетики и обслуживания природных ресурсов, которая была бы основана на сотрудничестве жителей и их включенности в принятие решений. Но мы при этом на государственном уровне говорим, что мы хотим отключиться от единой энергосистемы БРЭЛ, которая до сих пор позволяла нам получать более дешевую энергию, может быть, из России, из Беларуси. И выдвигаем требования к оператору этой системы, что в этой системе не будет находиться конкретно энергия, произведенная на Белорусской атомной станции. Естественно, что никак это решение не обсуждалось ни с какими жителями, и никакой вовлеченности жителей в принятие этого решения не было. Ну так как же тогда с вовлеченностью, и как вообще жители могут каким-то образом повлиять на это решение, ведь они только получают счета, в которых обещанная компонента обязательной закупки зеленой энергии продолжает оставаться, и отключение от сети БРЭЛ прогнозируемо может опять-таки увеличить наши счета. Ну то есть как бы декларируется одно, а делается другое. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Вот у меня такое впечатление, что наше правительство и депутаты, про них еще Ленин писал, страшно далеки они от народа. Но впечатление такое, как будто они вот сейчас с луны свалились, до этого они не жили, у них ни родственников, ни родителей, ни дедушек, ни бабушек не было, что вот они в таком виде, как сейчас есть, они появились на нашей земле. Вот чем объяснить вот этот феномен, что как будто они не наши? Спасибо. Чем объяснить такой феномен? Да, Бог его знает, здесь уже нужно какого-то психотерапевта на помощь. Но нет обратной связи, они не хотят, они думают, что все люди одинаковые, все живут одними и теми же заботами. Мы знаем, как правильно нужно делать, и мы вот вас хотим заставить, как это цитата из пьесы 70-х годов, заставим вас любить Райнеса, сломаем через колено. Вот такая практика, что мы знаем, как правильно, мы не будем объяснять, почему, откуда мы это знаем, и доказывать, что это действительно правильно, но вот будем ломать вас через колено, чтобы вы делали так, как мы считаем правильным, и тогда будет результат. То есть мы должны еще затянуть пояса, и через 10 лет у нас коммунизм будет. А эта вовлеченность тоже стала одним из таких модных слов, которые используются где надо и где не надо, и опять же без такого материального, структурной основы, то есть как лозунг это воспринимается. И он был популярен вот этой в среде так называемых наших либералов, и я так думаю, что этот лозунг использовался, вот слово использовалось как лозунг участия общества, вовлеченность общества против так называемых олигархов, потому что те наоборот, их тезис был «Вы нас избрали на 4 года, не мешайте, только у нас есть легитимное право принимать решения, и они правы». С точки зрения теории государства, да, избиратели дают право, но у нас не все имеют право избирать. Опять же вопрос за скобках остается. И через 4 года вы сможете новую свою оценку дать этому правительству, этим депутатам, не переизбрав их. А вот это либеральное как бы крыло, они поддерживались другой модели. То есть вот та модель олигархов, она вот на самом деле либеральная была. Вот вы избрали, сейчас терпите, и через 4 года сможете уже свое мнение высказать и смести с лица земли эту коалицию. А вот та другая коалиция, они как раз выступают с таких более консервативных точек зрения, вот требуют соучастия, вовлеченности. Но они вот с тех пор, как пришли к власти, они никаких же механизмов вовлеченности, во-первых, не предложили действенных, чтобы действительно есть нормативный акт в обсуждении законопроекта. Они обязаны созвать такое собрание, но только для галочки, потому что нормативный акт не требует, чтобы те люди, которые написали новый законопроект, чтобы они выслушали аргументацию, поняли, что от них требуют, написали бы отказ, скажем, что ваши аргументы слишком уж приватные, частные, мы не будем их во внимание брать, и что нужно включить вот в этот документ финальный все-таки какие-то толковые, актологически обоснованные, аргументированные предложения. Этого закон не требует, поэтому собираются такие собрания для галочки. Бизнесмены очень хорошо это понимают и говорят нам, что зачем нам терять время на это обсуждение и участие, все равно это нигде потом в документах не отразится. Ну, последнее событие с Ригой, с улицей Чака, ну, провели же и опрос, и очень научный он был обоснованный, и люди с энтузиазмом, очевидно, включились в интервьюирование, результаты были отрицательны для Думы, для Стакиса лично, а ничего, а мы еще продолжим, несмотря на ваше анкетирование и на ваш, на этот опрос, мы еще будем вас ломать через колено еще полгода. Ну, то есть, декларируя как бы вовлеченность общества и доверие, государство, ну, государственные люди, то есть избранные политики и чиновники делают прямо противоположно. И делают это демонстративно. Да, и демонстративно к тому же, да. Причем не утруждают себя какими-то заковыками бюрократическими. А, кстати, вот интересная тема, было бы любопытно проанализировать инициативы, на которые на Манабалс было собрано свыше 10 тысяч подписей, которые как бы Сейм должен, ну, по процедуре рассматривать и принимать во внимание все-таки это действительно волеизъявление народа, и тем более, что подписи там верифицируются, и действительно это, ну, почти мини-референдум. Сколько из этих инициатив действительно получили какое-то развитие, а сколько просто были комиссии отвергнуты и вышваны в мусорное ведро. Мне кажется, что там будет соотношение очень негативное в пользу тех, которые действительно были проигнорированы. Кстати, это тоже вот предмет был бы для обсуждения, для анализа в плане национального развития, потому что он тоже, ну, хоть с какой-то стороны, не репрезентативно, конечно, но показывает общественное настроение, на что народ реагирует и быстро подписи собираются, а на что вот, по каким инициативам так и не удается собирать подписи. Ну, вот был пример у нас, 19-й год, октябрь, протест против нового проекта бюджета, причем мы тогда же проводили и опрос в октябре 19-го года, и на первом месте, что парламент, вопрос звучал так, назовите три вещи, которые парламент должен решить в первую очередь, и на первом месте там почти одинаковое количество с большим отрывом вышли упорядочить бизнес-среду, налоговую систему упорядочить, ну, чтобы не было этих скачков безумных, и третье – это система социального обеспечения, социального страхования. И как раз вот по этим вопросам парламент принял отрицательное решение, не захотели включать, ну, по третьему вопросу, по социальному страхованию, по здоровью, не захотели включать это в план бюджета на следующий год. Протест пошел, медики были активистами, и что сделали вот тоже наши общественные семьи, к сожалению, они вот наоборот прислушались только голосу правительства и дискредитировали вот эту акцию, вместо того, чтобы показать, да, давайте, идите, это же вытрепещущий вопрос, то, что вас касается, проявляете инициативу, какие-то группы интересов собирать. Вас услышат. Стучите и вам откроют. Да, да, да. А мы, журналисты, будем наблюдать со стороны и вот обеспечивать эту обратную связь с правительством. Но, к сожалению, вот Латвийская Радия, мы проанализировали эти передачи просто, они, наоборот, дискредитировали эту инициативу. Ну, то есть, человек послушал эту передачу тоже, ну, а какая тут вовлеченность, о чем вы говорите, о каком-то сотрудничестве. И мандат на выборах был дан на решение вот как раз тех вопросов, которые наша анкета тоже показала, они были на первых местах. А правительство считает, что у нас другие проблемы, которые для нас нужно решать. А, кстати, вот не создала ли пандемия более льготные условия для промывания мозгов, когда государство начало распределять какую-то финансовую помощь, как раз средства массовой информации, учитывая то, что рекламный рынок упал, и многие редакции действительно оказались в сложной ситуации. Ну, это же мы тоже видим по примерам, могут дать, а потом забрать, не проводя никакого такого основательного анализа, который базировался бы в признанных методиках, теоретических каких-то моделях. Это тоже вызывает ненаверие. Ну, и куда еще эти деньги пошли на восстановление? Вот тут бы ими поддерживать как раз наукоемкое производство и направить все эти ресурсы на переориентацию населения, бизнесменов, желающих заняться бизнесом вот в эти сферы. Но они же направили это на ремонт дороги и ремонт крыш культурных учреждений. То есть, опять же, есть план национального развития, где указаны приоритеты экономического развития, а ковидные деньги уходят куда-то в другую сторону. Но вы хоть это прочитайте, что вы сами взяли на себе ответственность, как нарисовали себе красивое коммунистическое будущее, ну, вкладывайте туда деньги. Причем ковид, да, вот, опять же, либералы у нас власти, но так это же ваш дискурс научный, что рынок учит. Вот сейчас он грохнулся, рыдок, вместо пустой, но вот вкладывай свои деньги. Мы для тебя определили вот эти перспективные отрасли, будем помогать. И вот они, денежки. Мы помогаем тебе. Создавай наукоемкое производство. Вот, товарищ профессор, со своими диссертациями, диссертантами, иди вот туда, тебе будет помощь. Исследуй, да, изучай, да. И создавай теперь новый дрон двойного назначения. У нас есть звонок, давайте послушаем. Добрый день, говорите. Добрый день. Вот, ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот мы говорим, что у нас бизнес-среда не такая, налоговая система плохая. А вот почему, скажем, литовцы, да, вот Максима, да, захватили рынок, потом литовцы, вот все это группы Апранга, это все брендовые магазины, типа Google, Boss, Weber и все остальные. Вот это фирма по оказанию таксомоторных услуг, Bolt, это в Эстонии зарегистрировано. И, наверное, надо, как бы, можно перечислять еще. Они как-то здесь успешно работают и жалуются. А не так ли, что у нас народ слишком такой вялый, что ничего не хотим, ничего не умеем? Спасибо. Ну, об этом же мы говорим последние 20 лет, почему эстонцев лучше и почему вот Литва отставала, отставала, а потом вдруг какой-то рывок по разным показателям был. Но там более прагматично, они понимают, что булки растут не на деревьях, что там люди этим конкретно занимаются, и они платят часть булок, уходят в налоги, и поэтому им нужно помогать, нужно создавать эту среду. Не стоять с Евангелием и рассказывать, как правильно рыбу ловить, а не то, что даже удочку дать, а, скажем, подход к этому озеру регулировать, чтобы человек мог просто сам для себя эту рыбу поймать. И я еще раз говорю, что опросы общественного мнения наши показывают, вот анализ, что люди нормальные, что они не полностью такие идиоты, которые ждут, что вот правительство будет манну небесную рассыпать с неба. Есть группа людей, которые действительно по объективным причинам здоровье, возраст не могут это делать. Они, да, они просят какой-то помощи солидарной. Те, у кого есть голова на плечах и какие-то бицепсы могут что-то делать, они требуют вот только дайте нам работать. Это вот опрос и доковидный показал, и во время ковида тоже, но мы сейчас слышим тоже, что то, что говорят, скажем, женщины-косметологи, дайте нам работать. Нам не нужны ваши подачки и пособия, дайте нам работать, сами себе заработаем. Но вот такой логики даже у нашего либерального правительства, что рынку нужно предоставить инициативу и не затруднять его своими нормативами безумными, непонятными, вот этого понятия у них нет. Они хотят вот сегодня же выкачать налоги, ну потому что, очевидно, это публичная сфера у нас очень большая, зарплаты нужно выплачивать и налоги нужно выкачать, но они не умеют вот дать фору, скажем, 10-15 лет развивайтесь, потом мы налоги повысим, когда вы начнете зарабатывать. Но это уже вопросы тогда экономистам, нужно просто проанализировать эти законотворчества. А вот с точки зрения психологической, то, что в головах у руководства, у работников министерств, я думаю, да, вот это. Не научены понимать причинно-следственные связи, хотят вытащить из наших карманов налогов сегодня по возможности больше. Нет доверия со стороны их, доверия нам, то есть они в нас видят врагов, микропредприятия, вы же регистрируетесь как микрик для того, чтобы обмануть нас, поэтому вас будем держать в еженых публицах. И у них нет понимания, что вот их дело производства, они же производят не просто тексты, а эти вот презентации, которые вы прочитали, она станет каким-то нормативным актом и будет ограничивать наши действия. И вот они этого не понимают, что их эти необоснованные, ни теоретические, ни методологические, ни даже лингвистические, там я как говорил в прошлой передаче, английский переводчик не смог даже перевести план национального развития адекватно, они не понимают, что вот все их идеи, они опасны, потому что они в виде закона существуют, и за несоблюдение их каракулей нас могут осудить, и что это влияет на бизнес, на отсутствие этого наукоемкого производства с высокой добавочной стоимостью, что мы вот в этой структуре как-то зажаты, и очевидно поэтому у нас такая большая часть народа занята в наемном труде, не хотят сами ни за что отвечать, не рисковать, потому что опасно все это. Давайте еще послушаем, слушайте, добрый день, говорите. Добрый день. Вот вы вторая передача, вы говорите, они не понимают, нет обратной связи. Но зачем им что-то понимать, зачем им обратная связь, когда они понимают главное. То есть они живут на одном берегу, все остальные на другом берегу. Их абсолютно не интересует конечный результат. То есть все, что они делают, и те, кто понимают, там, наверное, небольшая часть есть и таких, и большая часть, которые не понимают, абсолютно не связаны в происходящем государстве. И вот, значит, в прошлый раз звонила главная слушательница у нас, вот она приводила пословица, вот есть пословица «закручивать гайки». Вот вокруг этого тоже две передачи. То есть, значит, вот если эту пословицу рассмотреть применительно к Латвии, «закручивать гайки» это гаечным ключом закручивать. Можно закрутить, можно отпустить. То есть в любом руководстве, вы, наверное, знаете, то есть на коллектив, на коллектив, значит, держим как надо, но иногда надо отпустить. А у нас в Латвии храповик. Что это такое? Только закручивать. Обратного хода нет. Ни Знотаня его не знает, ни Реерс не знает. То есть только давить, только закручивать. И даже если кому-то в голову пришло, а давайте немножко отпустим, а нельзя. Храповик это только щелкает в одну сторону. Я так образно говорю, если вы понимаете. Очень-очень хорошее сравнение, да. У нас абсолютный, абсолютный разрыв. То есть нету государственного мышления вообще, в принципе. И вы, умнейший человек, вы как бы так, у вас идет вопрос, удивление, почему так. Но все же ясно, очевидно и понятно, что происходит в нашем государстве. И я не прав. Да, а вы правы, наверное. Спасибо. Ну, я бы хотела тут, может быть, еще какой-то один аспект выдвинуть, что, понимаете, когда вместо того, чтобы вкладывать в приоритетные отрасли, вкладывают там в ремонт дорог, крыши культурных учреждений, это не просто непонимание или какое-то такое недомыслие, а это очень простой такой примитивный интерес получить сегодня и получить сейчас, потому что что будет там завтра, изберут тебя через какое-то время или нет, непонятно. А вот эти деньги распределяются сейчас. Ну, конечно, не пойман не вор, но то, что там в Латвии существует коррупция, в том числе и на политическом уровне, и то, что правительство распределяет в портфеле, исходя из того, какие суммы бюджетов идут через определенные ведомства и министерства, это тоже не секрет, и это понятно. То есть людям просто элементарно невыгодно заниматься программами на будущее. Они вот здесь и сейчас стремятся урвать. У нас заканчивается время эфира. Давайте мы еще один звоночек послушаем. Буквально одну минуту. Добрый день, говорите. Да, добрый день. Радио Батком, правильно? Да, 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 слушаю вас. Да, ну просто маленький пример. Все верно, совсем согласен, что говорили. Абсолютно все верно. Маленький пример. Там затронули такси. Значит, сейчас, месяц назад, ввели для получения карточек водителя, то есть право работать, и для продления этой карточки, знания латышского языка. У нас, например, двое латышей, заканчиваются карточки. Значит, они не могут так просто получить, потому что дипломы свои недавно потеряли. То есть они должны получать, конечно, через архив, запрашивать и так далее. Двое русских, которые говорят по-латышски, нет никаких проблем, значит, надо сдавать экзамен. То есть они теряют работу. Реально у нас четыре человека теряют работу, по крайней мере, на время. Ну, я могу очень долго говорить. С 1 июля они тут оживление. С 1 июля они сказали, что будут усиливать контроль. Налоги нереальные совершенно. То есть тарифы должны повышаться в 2-3 раза, чтобы оплачивать налоги. Но это отдельное просто место для разговора. Это отдельное. Спасибо вам за ваш звонок. Да, ну, это еще одно подтверждение того, что мы уже сказали, что, извините, что в документах правительства и в красивых презентациях говорится одно, а делается совершенно противоположное. Мы привели пример с Бреллом. Я хотела бы еще сказать по поводу налоговой системы, вот ответить на комментарий радиослушательницы, что на самом деле, да, конечно, крупные компании, которые приходят сюда, в том числе, которые переводят сюда бизнес, у нас было интервью с Константином Синюшиным, который очень хвалил нашу налоговую систему, они видят здесь большие преимущества. Но те компании, которые работают здесь, они сталкиваются с повседневными такими проблемами, которые, может быть, малое и среднее предприятие решают гораздо сложнее, чем те монстры, которые сюда приходят с большими миллионами. Это касается судебных тяж, которые длятся десятилетиями, и ты не можешь получить долг, который тебе не выплатили и так далее. Процесс неплатежеспособности, который абсолютно у нас как-то криминализированный скандал за скандалом в этой сфере возникает. Поэтому, конечно, все в жизни, в реальной, выглядит несколько иначе, чем в красивых презентациях. И мы в дальнейшем будем об этом, конечно же, говорить, рассказывать и показывать на примерах. Спасибо Сергею Круку, профессору Рижского университета имени Страдания, за участие в программе. Я думаю, что мы еще не раз встретимся с этим уважаемым экспертом, послушаем о том, какие исследования проводятся в университете его студентами и докторантами. Программу подоплека провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копеин. И до встречи через неделю. Всего доброго. Радио Болтком